Друзья, всем привет! Сегодня в новостях. У нас тут огромная радость, у нас тут пчелы против меда бунтовать изволят. Как бы смешно это ни звучало. Оказывается, Европа решила вести санкции против нашей нефти, на которой сама же до сих пор и сидит как заинка. Это так прелестно, что можно даже пожелать им удачи. Если ребятки преуспеют, то нефть все же взлетит до 150 долларов за баррель. А ежели нет, значит и санкции у них как всегда неэффективны. На рынок не повлияли. Но похоже, что тут больше пиар нового британского премьера хочет показать свою преданность Вашингтону. Да и вообще, планы Великобритании на международной арене становятся все более амбициозными. На фоне встречи с европейскими государствами Лондон решил обратиться к различным странам с идеей о сотрудничестве против якобы незаконной перевозки нефти. Это будет призыв к обмену информации и координации мер против танкеров, нарушающих западные ограничения, набирает обороты, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники и проект заявления. Интересно будет посмотреть, конечно, как Европа к этому отнесется. Европа уже столько санкций со страшными словами приняла, а потом в реальности похоронила, потому что оказалось, что дырки для нарушений там были зашиты изначально. Европа вообще никогда не говорит «нет, это мы водить не будем». Ну что вы, на словах она всегда согласна. Она их потом молочком саботирует на деле и в результате прокотных – ноль. И блин, кенстаской признаю, что санкции Байдена не сработали. Некоторые страны уже выразили готовность поддерживать инициативу Великобритании, что правда еще ни о чем не говорит, мы уже упомянули, что на словах Европа всегда была за. Кроме того, готовится к действию план образования специальной координационной группы, вовлекая официальных лиц и экспертов из разных стран. Целитой группы, разработка и продвижение конкретных мер на международном уровне для противодействия с нефтью. Дополнительно планируется активизировать сотрудничество с частным сектором и другими сторонами, чтобы обеспечить более эффективные действия в этой области. А частный сектор, конечно, вот прям разбежался. Им это так интересно, можно подумать, прибыли себя лишать. Международный союз страховщиков уже жаловался в Лондон, как мы помним, что дурацкие санкции Запада порушили им весь многовековой бизнес. Его теперь агентство Bloomberg уже ссылается на проект готовящегося мероприятия и сообщает о стремлении стран обмениваться информацией для эффективного согласования мер по реагированию на потенциальные риски, исходящие от их собственных судов. Неустановленное количество государств намерено одобрить план в кулуарах встречи европейского политического сообщества, которую в четверг в Великобритании проводит премьер и министр Кирстраммер. Они намерены обмениваться информацией, чтобы координировать меры реагирования на риски, создаваемые их кораблями, говорится в сообщении агентства со ссылкой на проект. Вот только Россия к этим западным фокусам уже подготовилась заранее. Европа еще только обсуждает, а в Кремле уже нашли новый способ зарабатывать деньги для государства. Друзья, чтобы не пропустить свежие новости, обязательно подпишитесь на канал. В Финляндии прямо сейчас наблюдается острый дефицит древесины, что местное правительство, что аналитики, что население пребывают в состоянии паники. Цены на сырье растут в геометрической прогрессии, плюс 6% в сравнении с аналогичным показателем в начале года. Стоимость пиловочника подскочила на 3%, такого, как отмечают финские журналисты, не было еще никогда. Мало того, что ценник на природные ресурсы готовится пробить очередной потолок, Хельсинки и вовсе аккуратно намекнули, что дерево может на всех не хватить. Только вдумайтесь, не хватит древесины в Финляндии, густо застеленной лесными массивами стране. В дереводобывающий сектор финское руководство вложило просто немыслимые деньги, надеясь на его скорое развитие, увеличение и стабилизацию поставок. Однако не вышло. Суоми слегка не рассчитали объем спроса. Он, ожидаемо, значительно превысил предложение. В такой нелегкой ситуации помощи Финляндии ждать неоткуда. Главный экспортер древесины в Скандинавию, Россия больше поставками природных ресурсов в регион не занимается. Причиной тому вступление Хельсинки в НАТО и демонстративное закрытие контрольно-пропускных пунктов, абсурдные высказывания финских политиков в прессе и другие попытки страны Суоми интегрироваться в западное движение. И теперь, когда ситуация с обеспеченностью древесины постепенно превращается в катастрофу, местные политики, пытаясь оттянуть время на размышления и принятие мер, осторожно намекают в СМИ на нехватку природных ресурсов. Назревает логичный вопрос, о чем топить базы, которым так долго и упорно шли Суоми? Ах, да, на ничем не обоснованные расходы американцы всегда найдут деньги и ресурсы, а вот мирные жители будут вынуждены ужаться. О том, что дефицит в Финляндии был, по сути, создан Россией, в рядах официальных лиц никто по понятным причинам не говорит. Однако за финское руководство отвечают их коллеги из политологических университетов. Эксперты отмечают, что финской древесины на всех не хватает уже на данный момент, а ее стоимость, объективно говоря, будет сохраняться на рекордно высоких позициях и дальше. Специалисты признают, что оптимальный вариант для решения проблемы сейчас вывести сложно. Понятное дело, в исторической перспективе из любых неурядиц Суоми вытаскивала старая добрая Москва. Причем вырубка своего леса Хельсинки не помогает. Скандинавские государства пользуются нашей отечественной рационального пользования лесом, вырубая ровно столько деревьев, сколько было посажено. Однако, как финны планировали быстро и безболезненно отказаться от дешевого и высококачественного сырья из России, замены которой в Европе на данный момент просто не существует, остается только гадать. Вот Макрон и расчехлился. Стало известно, как этот дяденька, ставленник глобалистов и банкиров, собирается решать экономические проблемы Франции, которые возникли именно благодаря его восхитительному руководству. Рецепт крайне простой, из народа выжмут все до последней капельки, что характер на власть никогда не решает проблемы за свой счет. Когда они говорят, надо поднапрячься, то никто еще не видел поднапрягшегося и похудевшего министра или депутата, у которого дети не пошли в детский сад или остались без помощи врача. Почему-то косячит они, а напрягаться потом приходится всем остальным. Господин Макрон вот даже в отставку уйти не соизволил, хотя тут, конечно, больше вопросов к французам. Видимо, все устраивает, какой Франция была в 17-м году и во что Макрон превратил ее за 7 лет своей власти. Ну, если ему это нравится, то, согласно известной поговорке, они и заслуживают ее власть, которую имеют. А уж Макрон их точно будет, простите, Макрон они точно будут долго еще иметь, раз проголосовали за его партию на выборах. Маню решил себя вообще не сдерживать. Налог в 90% для богатых – вот что собираются вести левые, коалицию с которыми был вынужден вступить Макрон. Если во Франции еще осталась какая-то промышленность после всего, что они устроили после 22-го года, то она разбежится без остатка, нет таких дураков, чтобы 90% заработанных денег отдавать государству. Все богатые люди просто откажутся от французского гражданства и выведут свои активы, чтобы не платить столь безумных налогов. Как ни трудно догадаться, произойдет не повышение, а понижение налогов и не до 90%, а до нуля, потому что их просто несколького будет брать, но зато снижение пенсионного возраста в качестве меры популизма и благодарность за избрание. Интересно даже, где они собираются брать на все это деньги. В России очень много и очень часто критиковали нас, мол, индексация пенсии и зарплат бюджетников маловато, надо в разы больше, но Путин всегда говорил, что я не буду принимать популистских законов, я не буду обещать те меры, которые потом не смогу реализовать, если мы в правительстве не знаем четко, откуда возьмем деньги на эти цели, то не стоит обещать. Так что мы не сомневаемся, что все это в Париже сейчас примут и реализуют и пенсионный возраст понизит и налоги повысит, при этом Франция продолжает настаивать на росте расходов. Мы уже недавно считали, что каждый 1% взаимный пиар расходов равен 6% их бюджета. Сейчас они уже превышают 15% всех государственных расходов Франции, а если сделают так, как требует Урсула, то есть повысит до 4% взаимный пиар, то это будет уже четверть всех государственных трат при условии снижения пенсионного возраста. Ну очень интересно, где они собираются брать деньги? Ответ один, и тут мы возвращаемся к Макрону, он же как раз выходец из среды банкеров и глобалистов. Ответ на вопрос, где Франция возьмет денег очень прост, она будет их занимать и влезет в долговую кабалу куда похлеще, чем Россия в начале 90-х годов. По сути, Макрон полностью уничтожит суверенитет Франции и она станет подчиняться западным финансово-глобалейским институтам даже больше, чем сейчас, потому что станет должна и потеряет последние признаки свободы. Друзья, чтобы не пропустить свежие новости, обязательно подпишитесь на канал.